Украине. Героям слава, приветствуем от Полонского. Ребята, это видео больше для наших зрителей из Беларуси, потому что, ну вопрос к вам, белорусы. Смотрите, украинские парламентарии РАДА считают легитимными представителями народа Беларуси бойцов полка Калиновского. То есть это граждане Беларуси, так давайте сделаем это понятно, это граждане Беларуси, которые сформировали свой полк. Сначала это был батальон Калиновский, сейчас уже полк, может будет бригада в очень короткий срок, их довольно много. И воюют с российским оккупантом в Украине, с тем, чтобы потом, я так понимаю, вот это все перенести домой к себе и освобождать Беларусь от этой мерзости картофельной, которая там в Минске сидит, усатый таракан вот этот вот ваш. Так вот наши парламентарии считают легитимным представителем белорусского народа как раз бойцов полка Калиновского. Что с моей точки зрения, например, ну да, да, это как бы резонно. Вряд ли у меня к этому будут замечания. И второй вариант, опять-таки для белорусов, давайте подумаем, смотрите, некоторые все-таки по инерции считают представителем белорусского народа офис Тихановской и саму Тихановскую. Ну, вопрос следующий, смотрите, у Тихановской было несколько шансов, она действительно выиграла выборы, тут с этим не поспоришь, она выиграла выборы. Уж как она их там выиграла, почему она их выиграла, это второй вопрос. Белорусы голосовали против этого бульбафюрера, против того, чтобы это чудовище оставалось у руля страны, чудовище осталось, тем не менее, незаконно, самозванец и так далее, это все понятно, но оно осталось, Тихановская для этого не сделала ничего. Хотя, с моей точки зрения, она обязана была объявить себя президентом страны, занимать все посольства, позабирать все у бульбафюрера, соответственно. Ну, на тот момент она этого не сделала, и время было упущено, и т.д. и т.п. Сейчас она, конечно, ездит по европейским столицам, она пытается каким-то образом объединить оппозицию, насколько у нее это получается, но, по-моему, скажем так, разница между представителями полка Калиновского и Тихановской огромная, с моей точки зрения. Хотя, опять, понимаете, противопоставлять одни и другим не хочется, да, потому что у каждой организации есть военное крыло, у каждой организации есть политическое крыло, это понятно. Так вот, знаете, я здесь не хочу навязывать своего мнения, но хотелось бы услышать мнение самих белорусов. А вы, как видите, вот, сосуществование Калиновского, полка Калиновского и Тихановской, то есть, кто из них является определяющим фактором в политике Беларуси будущей, после того, как Лукашенко дадут под зад, и он куда-то там исчезнет в тумане. То есть, кто из них является легитимным представителем белорусского народа? Хотелось бы услышать самих белорусов, украинцев. Ну, давайте подождем, потому что, как бы, это не наша страна, это не наше дело, вот, интересно, услышать было бы мнение. Вот, в то же время, как бы, и, а, кстати, может быть, есть те, кто считают это чудовище, это Шкловская президентом легитимным, которая набрала сколько там, 3% или 10% на выборах? Ваше мнение, товарищи белорусы? Ваше мнение, товарищи белорусы?